ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Кировские автомобилисты горячо обсуждают обязательность наличия на машине с 4 апреля наклейки «Шипы». Многие жалуются, что эту вещь трудно найти в продаже. Другие рассказывают о том, что сотрудники ДПС уже штрафуют водителей на 500 рублей за ее отсутствие. Третьи предлагают автоинспекторам устроить раздачу наклеек. Ну а кто-то из автолюбителей просто рисует на заднем грязном стекле треугольничек с буквой «Шам». ТРАССА 101 Федеральное министерство транспорта планирует в этом году запустить сайт, благодаря которому можно будет следить за ремонтом дорог по всей стране. Кто ремонтирует, что ремонтирует, как, на каких условиях, сообщил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Также, по его словам, вскоре будет создано мобильное приложение, позволяющее фиксировать дорожные недостатки. ТРАССА 101 Российское подразделение «Шкода» объявило о начале приема заказов на новинку компании «Кроссовер Кодиак». На первом этапе покупателям будут доступны только две премиальных комплектации по цене от 1 млн. 999 тыс. рублей и 2 млн. 315 тыс. Затем, когда машину будут выпускать в России, базовая стоимость составит порядка 1,5 млн. рублей. Сделан «Кодиак» на той же платформе, что и «Фольксваген Тигуан». ТРАССА 101 Представители одного из популярных интернет-магазинов рассказали, какие летние шины российские автомобилисты покупают чаще всего. Первое место разделили финская марка «Нокиан» и японская «Тойо». Также в тот 5 вошли «Йокохама», «Хэнкок» и «Континенталь». Что касается средней стоимости покрышки, то в марте она составила 6200 рублей. Зарубежные журналисты выяснили размер зарплат руководителей ведущих мировых автоконцернов. На первом месте с доходом за 2016 год в 22,5 млн. долларов оказалась генеральный директор «Дженерал Моторс» Мэри Бара. 22 с небольшим миллиона и второе место у главы «Форд» Маркса Вилтса. Бронзовый призер, начальник «Феррари» Серджио Маркионе, сильно отстал от лидеров. Ему накапало только 10 млн. баксов. Последнюю строчку занял шеф «Тесла» Илон Маск, который сам себе установил годовую зарплату в размере 38 тысяч долларов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Хакирова и ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok